Вчера Кашхабльский район встречал героя Российской Федерации советского и российского летчика полковника Владимира Алимова, который приехал в регион в числе 15 героев-офицеров, принимавших участие в различных вооруженных конфликтах и военных операциях. Гостя встретили первый заместитель главы района Руслан Ямыков и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Встреча началась с возложения цветов и венков к подножию Вечного огня в память о героях Великой Отечественной войны. Далее мероприятие продолжилось в Центре народной культуры, где полный зал с нетерпением ожидал своего героя. Ведущее мероприятие представило биографию Александра Алимова, что дало возможность присутствующим лучше понять его путь и достижения. Заместитель командира вертолетной эскадрильи по воспитательной работе 440-го отдельного вертолетного полка Московского военного округа. Майор родился 6 декабря 1957 года в селе Карайдель, Карайдельского района Башкирской АССР, ныне Республика Башкортостан. В Советской армии с 1975 года. В 1979 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1986 году Владимир Алимов, служивший в одной из частей Единой поисково-спасательной службы СССР, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Участник боевых действий на Северном Кавказе. Операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике в 1996 году и контртеррористической операции в 1999 году. Спас жизнь более 30 солдат и офицеров. 13 декабря 1999 года Владимир Решадович Алимов участвовал в спасении пилота самолета-штурмовика Су-25, упавшего неподалеку от чеченского селения Старые Атаги. Под кинжальным огнем противника майор Алимов сумел посадить свой вертолет Ми-8 и забрать на его борт экипаж десантников и поисково-спасательную группу сбитого вертолета. Его винтокрылая машина, несмотря на пробитый центральный топливный бак и сломанную рацию, смогла взлететь. После посадки борттехник насчитал в корпусе его Ми-8 более 30 пробоев. С закрытым указом президента Российской Федерации от 15 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, майору Алимову Владимиру Решадовичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». Полковник Владимир Решадович Алимов продолжил службу в Вооруженных силах Российской Федерации, был старшим инспектором-летчиком отдела боевой подготовки штаба 16-й воздушной армии город Кубинка Московской области. В 2008 году вышел в запас, живет в Москве, награжден орденами мужества за военные заслуги, советским орденом Красной Звезды, орденом генерала Шаймуратова Республика Башкортостан, медалями «Почетный гражданин Карайдельского района». Бюст героя установлен на его родине в селе Карайдель, где его именем также названы улица. А на здании средней школы номер один открыта мемориальная доска. Герой поделился своими воспоминаниями о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о том, как эти испытания сформировали его как личность и профессионала. Он отметил, что героизм заключается не только в совершении смелых поступков, но и в умении справляться с трудностями, а также в служении своей стране и обществу. Дорогие друзья, я очень счастлив, что прибыл на вашу землю, Кавказскую, Северокавказскую. Я очень люблю все народы. Почему люблю? Потому что вот это умение детей, привычка привития им таких вещей, как любовь к родине, к матери, к старшим, уважение к старшим, это дорогого стоит. Вот я когда про ваш район узнал, конечно, я стал читать, посмотреть. А что читать? Все ясно. Россия одна, вы самые лучшие. И вообще я считаю, что наша молодежь самая лучшая. Я в 17 лет служил в Советской армии и в 18 лет служил в Российской армии. Мы не пропустили ни одной войны. Ни одной войны не пропустили. В 1979 году, вы знаете, да, конец года, началась Афганская война, да, которая была долго не признана. Вот мой полк 2 января 80-го года на 3-й год вошли в Кандагар. Первые, кто занял Кандагар, это были мы вот как раз. Из тех времен все, что в новейшей истории было, мне как вертолетчику пришлось везде участвовать. Да, и Чернобыль, и на Горный Карабах, и на Приднестровье, и Пришкино, там, вы знаете, да, Югославия. Формат мероприятия способствовал активному взаимодействию. Учащиеся задавали вопросы, и герой с удовольствием на них отвечал. Молодое поколение могло получить ценные уроки и вдохновение от человека, который прошел через сложные испытания. Решадович, скажите, пожалуйста, с какими чувствами вы шли на воинский долг и всегда ли вы верили в победу, чувства страха не было ни разу? Вы знаете, что говорят, вот он смелый человек, а на войне это смелым опасно быть? Вы знаете об этом или нет? Тот, кто не боится смерти, тот, кто не боится вообще само по себе, живет, ну, максимум, неделю. Он должен бояться? Тогда это переходит, знаете, да, надо сохранить технику, надо сохранить экипаж, надо выполнить задачу. Это просто профессионализм идет. Кто этим обладает, тот молодец, тот выжил. В завершении встречи Руслан Ямыков выразил благодарность Владимиру Алимову за его вклад и вручил ему подарки, что стало приятным завершением этого значимого события. Сегодняшнее мероприятие, мы много их проводим, направленных на патриотическое воспитание, направленных на изучение нашей истории, нашего прошлого, чтобы наше будущее было светло. Но уникально в каком плане? И есть в районе герои, да, совершают люди смелые поступки. Но вахта, она называется именно вахта, потому что наш сегодняшний гость находится на службе, продолжает приносить пользу нашей стране. И одна из тех немногочисленных вкладов, которые он делает в наше будущее, это передача своего опыта вам. У нас есть уникальнейшая возможность сегодня его услышать и впитать в ту мудрость, которую он пережил в те времена, которые рождают именно героев. То есть, сами прекрасно понимаете, мы все прекрасно понимаем, что герои рождаются не в самое мирное время, они рождаются в тяжелые времена для страны. Эти времена рождают этих героев для того, чтобы ваше будущее было светло. От имени нашей сегодняшней аудитории я хочу все-таки сказать, что мы сегодня чествуем героев. Мы, пользуясь вашим опытом, мы очень сильно признательны за эту встречу. Проект «Вахта героев Отечества», который организован Российской ассоциацией героев при поддержке администрации президента России и Общественной палаты Российской Федерации, направлен на воспитание патриотизма и военно-патриотического духа среди молодежи, что особенно актуально в наше время. Вахта героев Российской Федерации – это вахта, приуроченная, 126-я вахта, ассоциации героев Российской Федерации, героев Советского Союза, героев России и полукавалеров Ордена Славы. Руководитель у нас генерал-полковник Шаманов, герой России, бывший командующий ПДВ. Но мы ездили, эта вахта уже существует много лет, и мы уже проехали 126 регионов нашей страны, малых, больших. Бываем и в больших городах, и в маленьких, и вот бываем в районах, чтобы наша сторона была единая, чтобы мы любили своих предков, уважали старших и бережностью относились к тем, кто не может за себя постоять. По крайней мере, в тех местах, где мы были, всегда увеличивается и поток людей, которые идут защищать свою родину, и поток людей, которые идут в военные училища, чтобы защищать, и поток людей, которые начинают просто по-другому относиться к своей родине, любить ее. Мероприятие завершилось общей фотографией на память с героем России.